Дешево, практично, но небезопасно. В современной жизни по-настоящему наступает пластиковое поколение. Но в нашу жизнь он вошел-то всего-то лет 30 назад. Сегодня в рубрике «Безопасная среда» все о пластиковой посуде. Одноразовая посуда из пластика стоит копейки. Но пластик – материал нежный, на свету трескается, от жары плавится. Для прочности в него добавляют вещества-стабилизаторы. Пластмассы становятся крепче, но токсичнее. Производитель обязан маркировать свою продукцию. Пищевой пластик имеет общепринятую маркировку «бокал» и «вилку». На нем может быть написано, что он предназначен для холодных, супучих или горячих продуктов, для использования в микроволновой печи или для замораживания. Иногда указывается температурный диапазон. Если такой знак перечеркнут или его нет, это значит, что пластиковое изделие не предназначено для использования вместо столовой посуды. Если на дне изделия увидите буквосочетание «ПИЭС», то оно не предназначено для горячих и спиртных напитков. Также нельзя в ней оставлять более чем на сутки холодные напитки. Они становятся ядовитыми. Значок «ПИПИ» означает, что посуда изготовлена из полипропилена. Такая посуда совершенно безвредна. А вот надпись на дне емкости «Дюропласт» или «Термопласт» говорит о том, что такая посуда не деформируется при охлаждении или нагревании. Пластиковые бутылки для воды или напитков можно использовать, если есть маркировка PET. Ни в коем случае не пить из бутылки с маркировкой PVC. Этот материал не предназначен для пищевых продуктов и может нанести вред здоровью. Эксперты настаивают, что ни в коем случае нельзя использовать пластиковую упаковку в качестве контейнеров для хранения пищи, а одноразовую посуду многократно. Советуем вам хранить продукты в стеклянной и керамической посуде. Старайтесь по возможности избегать упакованных пластик-продуктов. Отдайте предпочтение весовым. Дома сразу же снимайте с продуктов упаковочную пленку. Не используйте для детского питания пластиковую посуду. Покупайте его только в стекле или в картоне. Не разогревайте в микроволновке пищу в пластиковой посуде. Не держите подолгу воду в кувшинных фильтрах. Утром и вечером оставшуюся воду заменяйте свежей. Приобретая продукты быстрого приготовления, обратите внимание на упаковку. Лучше перекладывать продукты в керамическую или эмалированную посуду, а затем уже заливать кипятком. Приобретая контейнер или пластиковую посуду с крышкой, проверьте, насколько плотно она прилегает. Чем меньше воздуха будет попадать в контейнер, тем лучше и дольше в нем сохранятся продукты. Важно помнить, что во всем следует придерживаться правильного использования. Это была рубрика «Безопасность. Среда. Берегите свое здоровье».